Нам стали поступать жалобы от инвалидов Средловской области на предмет того, что они до сих пор не могут получить средства реабилитации конкретно Тифло-флэш-плееры. Эти устройства есть, есть конкурс выигранный на 450 человек, 450 аппаратов. И то есть вот из всего количества всего лишь 70 человек снабжены данными устройствами. А что произойдет, если контракт будет? А 1 сентября контракт заканчивается, то есть фонд в одностороннем порядке его расторгает. И получается у нас за бортом 380 человек остается. Поэтому мы сегодня договорились о встрече с председателем фонда Альши Целина Анатольевна. Вот, взяли с собой инвалидов. Вот, и хотим ей задать вопрос, почему сложилась такая ситуация, почему они искусственно затягивают выдачу направлений для того, чтобы поставщик, который выиграл данный конкурс, мог очень своевременно передать инвалидам данную продукцию. Очень нужная вещь, потому что глаза не видят, а в него через флешку можно заказать текст, закачать, и звуковое, звуковая озвучка идет. И ты просто через наушники слушаешь. А, то есть можно слушать тексты? Тексты. Книги? Да. Там же параллельно еще есть и приемник любой, то есть любой ФМ. И музыку можно закачать, и все, очень удобная вещь. Мы сегодня собрались здесь, привлекли инвалидов, и решили задать вам вопрос, чтобы вы прокомментировали нам данную ситуацию. С первого же момента проведения приемки мы могли подписать акт о непринятии товара, потому что он не соответствовал качеству, потому что много функций было, которые не работали. Поскольку у нас срок предоставления Тифлофлэш-плееров был довольно длинный по контракту, мы дали возможность разработчику доработать неработающие функции, и давали это неоднократно. По нашей информации, сейчас в области стоят в очереди больше 500 человек. По большому счету, по-хорошему, можно было с 15-го числа как-то активизировать свои силы, и в принципе, и решить вопрос с направлением. Слушайте, мы можем было сделать. Мы сделали, мы активизировали все свои силы, все филиалы, которые имеют право работать с инвалидами, взаимодействовать с ними, выдавать направления и направлять списки. Мне тяжело поверить, что 70 человек, 70 направлений. У вас такая большая структура, у вас есть региональные представительства в области, ведь можно было как-то взять и списки, и быстренько актуализировать, и люди бы получили свои. Если мы успеем выдать все направления, а именно только по направлениям выданным мы готовим списки, значит, все люди, которые предусмотрены госконтрактом, получат. Если мы не успеем выдать направление, то все люди не получат. Если эти люди не получают по этому госконтракту, то они до конца года получают по другому госконтракту. У нас вопросов нету больше. Какие впечатления у вас? Впечатления? Остались сутки, да. Маловероятно, что это произойдет. И она нам заверила, что к концу года, либо на следующий год, они попробуют это исполнить. Приемка произошла 15 августа, и по условиям контракта они в течение пяти дней должны были списки передать. Что по факту получается? По факту получается, то есть сколько успеет человек получить, сколько успеет. Кто не успел, как говорится, тот опоздал.